В ожесточенных боях под Луганском в конце августа 2014 года украинским военнослужащим и добровольцам противостояла группировка из подразделений от нескольких российских армейских бригад. 200-я отдельная мотострелковая бригада береговых войск Северного флота, военная часть 08-275, дислокация поселки Печенга, Луа-Стари, 19-й километр Мурманской области, была одной из них. В данном обзоре будут приведены прямые и косвенные доказательства участия подразделений 200-й бригады в войне на Донбассе, а также рассмотрен их ориентировочный состав. Направляясь в зону боевых действий на Донбассе, чтобы избежать выявления, российские войсковые части на своей технике закрашивали тактические знаки подразделения, бортовые номера. Некоторые войсковые части наносили временные опознавательные знаки. Таким образом старались минимизировать вероятность случайного открытия огня по собственным боевым машинам в условиях, когда у противника однотипные или внешне похожие образцы военной техники. Однако теперь по виду опознавательного знака возможно идентифицировать ту или иную российскую войсковую часть, воевавшую в Украине. В вооруженных силах Российской Федерации, как и до того в Советской Армии, для определения принадлежности боевых машин конкретной войсковой части подразделению на них наносятся так называемые тактические знаки и условные бортовые номера. Перед началом боевых действий на Донбассе в 200-й отдельной мотострелковой бригаде не было единого тактического знака бригады. Каждое отдельное подразделение использовало свой знак. Так 1, 2 и 3 мотострелковые батальоны имели собственные тактические знаки. Соответственно, круг, перевернутый равносторонний треугольник и квадрат внутри квадрата, нарисованного белой линией. А также свой порядок нумерации. Тактический знак танкового батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады белый ромб внутри квадрата, образованного белой линией. Артиллерийская установка «Акация» гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 200-й бригады со своим тактическим знаком. Пример тактического знака – зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона отдельной мотострелковой бригады, вооруженного зенитными комплексами «Стрела-10» и «Тунгуска». Для сокрытия факта участия в боевых действиях на Донбассе данные белые тактические знаки и бортовые номера закрашивались. На их месте желтой краской наносились опознавательные знаки в виде небольшого треугольника и новые номера. В отдельных случаях старые номера закрашивали, но новые не рисовали. Очевидно, также в конспиративных целях был изменен порядок нумерации. На бронированных транспортерах МТЛБ ВМК, танках Т-72Б3, зенитных комплексах «Тунгуска» были применены несвойственные соответствующим подразделениям 200-й бригады 700-е и 800-е бортовые номера. Некоторые боевые машины щедро украшали пропагандистскими лозунгами времен Второй мировой войны, надписями с упоминанием Донбасса, ЛНР, ДНР, батальона «Айдар». Далее примеры военной техники 200-й мотострелковой бригады с опознавательными желтыми треугольниками, бортовыми номерами и подобными надписями. На зенитный комплекс «Тунгуска» нанесли много надписей. Новый желтый номер, но не до конца затерли тактический знак зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады. На месте старых бортовых номеров и тактических знаков танков Т-72Б3 видны новые номера и опознавательные знаки в виде желтого треугольника. Желтые треугольники и бортовые номера на самоходной арт-установке «Акации» в бронированных транспортерах МТЛ БВМК. То, что бронетехника с опознавательными знаками в виде желтых треугольников действительно принадлежит 200-й отдельной мотострелковой бригаде, наглядно демонстрирует следующий снимок. Военнослужащий, зарегистрированный в социальной сети как Толик Кондрашов, в марте 2015 года на своей странице сделал запись с нецензурным стихом о плохой жизни контрактника в Печенге. Лживых обещаниях командиров, поездке в Луганск с целью убивать врагов и спасать братьев-славян. Стих особой ценности не представляет, в отличие от фотографии под ним. На снимке Кондрашова парк техники одного из мотострелковых батальонов 200-й бригады в поселке 19-й километр, что возле Печенги. Десяток МТЛ БВМК имеют желтые опознавательные треугольники и желтые бортовые номера в передней части корпуса. Также на фотографии есть МТЛ БВМК с родными, незакрашенными белым номером и тактическими знаками. Разрешение фотографии позволяет различить на МТЛ БВМК желтые бортовые номера 786-800-804-810-811. Привязка к местности данного парка боевой техники посредством использования дополнительных фото из социальных сетей и спутниковой карты. Место съемки на Google Maps плюс координаты. Бронированный транспортер МТЛ БВМК – основной вид бронетехники 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая используется для перевозки пехоты. Вплоть до весны 2015 года в бригаде встречались МТЛ БВМК с конспиративными 700-ми, 800-ми желтыми номерами и треугольниками. Впоследствии их закрасили, нанесли стандартные, былые номера и новый единый для всех подразделений тактический знак в виде квадрата, образованного белой линией. Анализ аккаунтов военнослужащих 200-й бригады в социальной сети позволил обнаружить фотоснимки 17-ти МТЛ БВМК с желтыми номерами. Далее приводится, соответственно, желтый бортовой номер МТЛ БВМК, архив страницы в соцсети, где найдено фото, если таковой имеется, ссылка на оригинал фотографии, на которой зафиксирован МТЛ БВМК с данным номером. Бортовой номер 777, бортовой номер 782, номер 783, 786, бортовой номер 789, 792, 794, 797, номер 800, 801, 802, 805. Бортовые номера 804, 810 и 811. Бортовые номера 815 и 816. Снимок сделан осенью 2014 года в Каменск-Шахтинском Ростовской области невоеннослужащим. Кроме того, МТЛ БВМК с желтым бортовым номером 805 и опознавательным желтым треугольником попал в кадры средств массовой информации на учениях береговых войск Северного флота в феврале 2015 года. В Губе-Грязное, Кольского залива Мурманской области на МТЛ БВМК номер 805 военнослужащие отрабатывали морскую десантную подготовку. Скриншоты с видео. Северный флот продолжает учения в рамках проверки боеготовности войск канала Russia Today на русском. Тот же 805 номер фоторепортажа на сайте информационного агентства Северпост.ру. То, что эти учения проходили в Губе-Грязное, Кольского залива, подтверждает совпадение береговых построек на фото с социальной сети с таковыми на снимке этого места сайта panoramiocom. На следующей фотографии хорошо видны и желтый номер 805, и опознавательный желтый треугольник на борту корпуса МТЛ БВМК. Таким образом, есть и снимок желтых номеров в парке техники поселка под Печенгой, и многочисленные фотографии с ними в соцсетях на страницах военнослужащих, а также фото и видео с учений в Мурманской области. Принадлежность бронированных транспортеров-тягачей модификации МТЛ БВМК с желтыми номерами в передней части корпуса и небольшими опознавательными желтыми треугольниками к 200-й отдельной мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота очевидна. Переходим к рассмотрению прямых доказательств участия подразделений этой бригады в боевых действиях на Донбассе. Редактор субтитров А.Семкин